Всем привет, друзья! Это канал Morgan Games. Мы продолжаем Ведьмачка и находимся уже на Артскеллиге. Мы прибыли, наконец-то, на главный остров и сейчас в деревне Оренбьорн, где у нас есть один заказ на убийство некоего призрака с Эльдберга. Нам нужно поговорить о задании с Йорундом из Оренбьорна. Йорунд находится вот в этом вот здании. Скорее всего, это корчма, потому что здание такое самое большое по размерам. Давайте зайдем сюда, посмотрим. Щитница клана... Кого? Друмандов. Это, скорее всего, клана Лугаса Безумного, который в этих землях-то заправляет. Почитаем, что тут еще пишут на доске. Питур-мошенник. Берегитесь, Питура, люди. Он мошенник, совести не имеет и острова позорит. Медвежье сало, что он мне продал, оказалось гусиным жиром. Пусть его гром поразит и море поглотит. Ну да. Предупреждение. Каждого, кто пристанет к Хильде, моей избраннице, за рублю. Ормур. Хе-хе. Че ли, рискнуть, что ли? Да ладно, пусть себе живут. Припеваючи. Поход на юг. Если ищешь славы, поговори со мной. Мы идем на юг грабить черных. Тибольд Андрума. Че-то вообще никто черных ненавидит, вообще не любят все. Пропал Рогви. Короче, понятно. Матос вернул себе доброе имя. Я рад за него. Вот он. Заказ. Призрак с Эльберга. Коль скоро читать умеешь, читай внимательно. На Эльберге завелся призрак, который закрыл весь остров мглой и загасил наш маяк. Если духов боишься, к Эльбергу не подходи. Потому как не найдешь ты там ни славы, ни золота, только смерть. А если же боролся уже с такими чудовищами, то знай, что я, Йорунд из Оренбьерна, заплачу из собственного кармана любому, кто изгонит призраков с земли нашего клана. Ну, проверим, правду ли он нам сказал, этот Йорунд заплатит ли он нам, не трандит ли. Давайте-ка зайдем в таверну. Ууу. Хлопцы, че наливаем? И гляди-ка, чего море выбросило. Эй, ты, из какого клана? Не из какого. Я с большой земли. Здесь пьют только воины Скельге. Да ты на его вообще не похож, на какого-то бомжа похож из Новикрада. Скеллиги тут пьют. Так что вы тут делаете? На воинов вы не похожи, скорее на пастухов. На Скельге каждый воин. Пусть даже родился в шалаше. А тебе этого не понять. На большой земле каждый кому-то раб. Кому-то ластится. Как пес под столом объедки выпрашивает. Кто путешественников от свой кров не примет, тот стыдом себя покроет и позором. Или отец вас не учил. Думай, что говоришь о моем отце, Йорунд. Не то спать будешь под курганом. А ты, чужак, запомни. Здесь не Кайр Трольде, а мы не Анкрайты. Нам не нужны гости. Да иди нахер, ты мне сто лет не нужен. Здорово, это ж ты, Йорунд, который заказ-то сейчас мне тут будет заказывать, да? Тот самый? Тебя, значит, путники не раздражают. Меня раздражают глупцы. Неважно, откуда они родом. Геральт из Риви, ведьмак. Йорунд, сын Сигвальда. Если тебе не с кем выпить, садись со мной. Поделюсь медом и рассказами. О, это хорошо. Ща к тебе подсяду, чарочку с тобой ебнем. Так, подожди, а такая это... Подожди, а че подсвечивается до сих пор-то знак этот объявления доска? Почему она подсвечивается? Я же все забрал. А, я не забрал, наверное, вот так надо было. Хорош. Теперь не подсвечивается. Ну, пошли-ка сюда-ка опять. Давайте посмотрим, че тут у нас в таверне. Можно, может, что-то подобрать. Нет, нельзя. Ну и ладно. Нормально, а че ты бухаешь тут сидишь? Иди на войну. Здорово, трактирщик, как ты сам? Ну, че еще? А че еще? Давай в Гвинд играй. Сейчас с тобой сыгранем партейку. Предлагаю сыграть в Гвинд. Все такой. Ну и хули сыграем. Так. Что у него? У него с Кайта Эли. Так, так, тут все порядок, тут порядок, порядок. Так вообще можно не менять, нифига. Смотри, играем давай так. Противник ходит первый. А че у него 11 карт? Офигеть. То он совсем че ли обосрался? Еще одну карту добрал? Или по ходу фракции с Кайта Эли все позволено? Так че-то я недоволен таким раскладом. Надо это изменить. О, вот это мне нравится. Смотри, как мы взяли это чучело. Он мою карту свистнул. Хорош ты, слышь. За мной подбирать. А, давай-ка я, наверное, пока осадками буду ходить. Пока пустим в ход осадные орудия. Че ты там усилил-то? Жопу свою. А ну на. Так, инзенгрим. Да ну тебя, слышь. Давай-ка, наверное... Тоже будем выкладывать своих. Роше пускай пока пойдет в ход. Дальше что? Таинственный эльф. Ты что, и обосрался, нет? Это мне что-то нифига уже не нравится. Давай, наверное, пока положим. Что ж тут лучше всего придумать? Давай еще вот так положим. Там посмотрим. Он сейчас, наверное, спасанет, нет? Он не пасует нифигище. Ты смотри, что делает. Тут давай, наверное, мы спасанем. Пускай он пока нам выкладывает все, что у него есть. Посрать. Пускай выкладывает. Ну-ка, давай. Краснолюд застрельщик. 32. Давай еще выкладывай. Пятерик. Ну, в принципе, ладно. Живем пока. А вот теперь, теперь мы с тобой сыграем, чувак. Поддержка говенкаров. Нам, короче, теперь самое главное два раунда не просрать. Потому что если мы хоть один просрем, то все. Наша будет в полном дерьмище. Енифер, давай-ка мне подними моего стенниса. Сейчас я стенниса выложу. И возьму себе еще две карты какие-нибудь с колодой. Надеюсь, нормальные. О! Ха! Слышь, казнь. Можно сейчас казнить кого-то. Иди ты в жопу. Смотри, что я сейчас делаю. Подожди. Пять, пять. А, все правильно. Сейчас все его убью. А! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Не ожидал такого балда? До свидос теперь. Я тоже пасую. А теперь, смотри, у меня еще есть лекарша, короче. У меня еще есть полоски. Смотри, как офигенно это все. И, ну, естественно, я и Цирилла. Ну, это же вообще обосраться. Ты сейчас обдрищишься тут. Из белой, черной и какой-то там еще у тебя есть. Разноцветной зависти. К моим картам. В чем мне твой яйвин? Смотри, сразу 30 очка уже. Ты так умеешь, козырно, чтобы за две карты сразу набрать 30 очков? Это же надо уметь. Кого ты будешь лечить-то, лекарь-говинкар? Сука. Он выравнивает? Ладно, выравнивай. Ничего, посрать. Я сейчас вон тоже навыравниваю. Подожди. На тебе баллисту. Пускай будет баллиста. А что ты не выкладываешь сюда рукопашное орудие-то, ну? Засранец. Ладно. Давай пока что так идти. Таким путем. Зараза. Ладно. Ну-ка, давай-ка так-то, да? Восьмерик. Да у него казнь, оказывается, была. Ты что, совсем что ли сбрендил? Так это не честно. Так, подожди. А ну на тебе, Вилентринтермяр, допускай он спалит твоего эльфа. А что он не спалил эльфа-то, а? Я что-то не понял сейчас. А хотя, что я, слышь, паникую-то сильно. А ну сейчас мы их усилим, и все хорошо будет, С3. Хоп. Херайсь. И он просрал уже. Да всяко ты складывай свои карты, монатки забирай и вали отсюда. Ты уже в просере, чувак. Я тебе не завидую. Ну а чё, какой мой ход? Мой ход это пас. Хе-хе, ребята, какой ход? Всё, до свидания. Что ты мне дал? Ээээ, поддержка говенкаров. А чё это заказ чудовища нам на тракте только что поцепили? Чё это за бред такой был? Подожди. Чё за фигня? Требуется герой-смельчак, возлюбленный богами, или ведьмак, чтобы не побоялся встать против чудовища, что тревожит добрых людей на тракте на ларвик. А, так мы что-то сделали-то, этот заказ выполнен. Нахер он мне надо? Чё это он у меня в инвентаре нарисовался-то? Ну, чё ещё? Чё ещё? Купить у тебя хочу. Покажи, что продаёшь. Всё самое лучшее. Только приблуды из большой земли всё равно ничего не смыслят. Ни в еде, ни в выпивке. Слышь, сейчас ля ща такого уебу. О, одинокий мир-путеводитель по спикеровку. А у меня есть такой? У меня, походу, блядь, возьму, не знаю, я не помню. Талер. Опа, я Талера нашёл, слышь? Ведьма-шептуха. Бес. Главоглаз. Так вообще зашибенные карты мы нашли с вами, ребята. Смотри, чё происходит-то. Давай, наверное, ещё риданской жёлудевки немножко возьмём, чтобы нам эликсиры готовились хорошо. Всё. Спасибо. Счастливо. Спасибо за тёплый приём. Геральт, кому ты подхалимничаешь? Какой там тёплый приём? Он тебя обострал, ты говоришь, тёплый приём. Да надо его в торец так прописать. Вот это кабаном этим так его увалить. Так, а ну подожди. Мы, коли находимся в таверне, можно что-то нормально поесть. Тут нормалёк, так смотри, чё у нас тут вообще есть такого съедобного, интересного. Ножка, смотри, хорошая такая, жареная, куриная. Можно прям с луком, с пивасиком, все дела. Ещё одну ножку захерачить, ещё там одну конфеты засмоктать и пивом ещё запить. И тараночки тоже нам бы очень не помешало бы. Смотри, хорош. Всё, наелись. Теперь пошли к этому на подпитие к ёрунду. Здорово, салага, как ты там вообще? Чё у тебя на столе тут? Дай закусите, ёпта. Да, Геральт. Эк. Я редко вызываю такое оживление. Должно быть нечасто у вас здесь гости с большой земли. Конечно нет. Если кто из Семерии или Редании и отважится приплыть на скеллиги, то заходит скорее в Кайртрольда. Там порт хороший, купцов много. И ярл на приезжих благосклонно смотрит. Эти двое ребят, которые ко мне прицепились, кто они такие? Кори и Краки. С ними одни неприятности. Так же, как и с Лейфом, их отцом. А это кто? Интересная фигура? Это смотря кому. Если тебя интересуют лжецы и трусы, то очень даже интересная. Я видел твое объявление. Подробнее можешь рассказать, что у вас за чудовище? Я так думаю, это дух. Или еще какой морок. Он появляется на Эльтберге у маяка. Ох. Начиналось все безобидно. Однажды ночью маяк не зажегся. А без него корабли не могут безопасно пристать к Оренбьерну. Вот двое наших и пошли проверить, что случилось. Дай угадаю, они не вернулись. Нет. И о Мике или смотрителе маяка тоже ни слуху, ни духу. Позвал я пару мужиков, поплыли мы на помощь. Но когда мы уже были у острова, я повернул обратно. Потому что на берегу я увидел призрак. Ты, наверное, думаешь, что я трус. Но одним железом там не справиться. Единственное, что я мог сделать, собрать со всей деревни золото для награды. Как поможешь, будет твоим. То это я понимаю. Йорунд, ты мне нравишься, но дело есть дело. Тебе придется немного добавить. А вот поторгуем сколько ты там собрал-то со всей деревни? Собрал, скажем, 200... 280. Я мог бы что-то накинуть, но не так много. Так ты же-то много-то, алло. Ну 270 давай. Я мог бы что-то накинуть, но... Ты мне уже не так нравишься, как раньше-то нравился. 259. Все. Отлично. Вот. Да будет так. По рукам. И по ногам. Я посмотрю, что удастся сделать. Спасибо, Геральт. Хороший ты мужик. Да ты сам такой, слышь. Давай еще по одной я пошел. Так. Чудовище на тракте. А че весь на постоянно эта листовка мне попадается? Чудовище на тракте. Потому что мы уже давным-давно-то не на этом. Не на Хиндерс Яле. Уже хорош. Ее мне подбрасывать-то, ребята. Не надо меня в Аману вводить. Так, давай, короче, пойдем посмотрим пока по домам. Пошуруем, что там у нас творится-то. Че у кого можно подпиздячить? О, вареник забрал. Хе-хе, хорош. Вареник за ХАМ сейчас с пивасиком тоже пойдет. Отлично будет совсем. Собачье сало. Там кто-то орет. Ранок. Я, кстати, еще пока тут за кадром, пока путешествовал-то, создал несколько зелья. В частности, создал, наконец-то, Иволгу. Теперь, когда будем драться со всякими эндриагами, инсектоидами, которые ядом нас атакуют, будем ее жрать, и ни одна тварь нас не сможет отравить. О, сразу прям с койкой рядом-то, Бобеха, раздевайся, снимай штаны. Ладно. Я пошутил. Не парься. Не напрягайся. Тем более, он тут, он, чувак, спит. А кто такой? Охотник. Охотник! А хер ли ты это разлегся и спишь? За окном зайцы бегают, недобитые олени, недоразобранные. Надо идти и разбираться с ними. Так. А кто там вообще за хаты-то орал? Кстати говоря, я там помню, нам надо было Ранога. Мы как раз его нашли, чтобы создать, создать, создать походу купорос. Вот теперь Ранога у нас есть, можно создать купорос. И теперь с помощью купороса создать эликсир один. Подожди. Где-то там нам его походу не хватало, а может я ошибаюсь. Где-то уж купороса не хватало-то. Так, так, полнолуние, не то. Не то, не то. Там может быть еще чего-то не хватало. Пурга, отличная неясыть. Отличная ласточка. А, надо два купороса было. Смотри, всего хватает, только еще нам надо купорос один создать. Нам надо Ранога. Ранога-то очень редкая трава. Ее, в принципе, можно самому, конечно, найти. Но это надо потыняться. Блин, дождь пошел. Как-то все не кошерно совсем. Ладно. Пошли посмотрим за хатой, что там творится-то. Тут еще вижу много хат. Вот тут какая-то хата. Ну-ка, погоди. Что у нас у вас тут-тут? У вас вообще кузнец-то есть? Нифига себе, у вас тут даже корова есть. Офигеть. Одна корова что-то на всю деревню? А, тут две коровы. Неплохо. Смотри, как они живут-то хорошо. Льет и хер с ним. Правильно. А еще паниковать-то? Прятаться от дождя. Там что-то кричать, что нахера он ульет. У погоды нет плохой природы. Бля, вы поняли. Участник со-встязаний. Да мать ее. Грим, это где надо будет ебало бить? Подожди, а что ты он такими стальными кулаками-то слышишь? Букмекер, а ну. Приветствую. Ты знаешь меня? Слышал. Слышал что-то. Да мимо ушей пропустил. Я слышал, вы тут устраиваете бои. Верно слышал. Можешь поучаствовать, если есть желание. Да как бы есть. Кто мой соперник? Ха-ха, ты любопытный. Грим дровосек. Всю зиму мутузит людей по разным корчмам. В этом сезоне он пробовал драться за звание чемпиона. Ты жопа треснула. Ну что, у него не вышло. Сейчас еще раз треснет. Я готов. Сражайтесь без жалости. Помните о чести. Смотри, какое табло у него страшное. Офигеть. Давай, Грим. Ух ты, ух ты. Ух ты. Вот это уровень. Вот это уровень. Погодь, Геральт. Ты как бы отпрыгивай. Эй. 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 Вот это он херачит. Погодь. Тут мы можем еще сейчас и в просаг попасть с вами. Можем не победить. Мы можем не выиграть. Погодь. Ёптыть, моптыть. Погоди, погоди, чувак. Тут надо постоянно прыгать. Отпрыгивать от него. Потому что иначе нас сейчас так расхерачат. Тут даже эликсиры пить не дают. Офигеть. Совсем че-то обосрался. Грим. Ох ты, нифига. Я походу сейчас это. Проебу. Ой, блин. Тихо, тихо, тихо. Грим давай. Ай. Мудачок. Ты думаешь, я что? Я лыком думаешь, шит? Я еще тот опасный мужик. Подожди, на. На, собака, хорош. Вали ему в щи, Геральт. В щи, давай. О, критом. Хорош. Пол хп снято. Подожди, давай, давай, давай. Пошел он-то оттолкнуть хотел меня. Жирный. Ублюдок жирный. Блядь, я пропустил-то, ну. А смотри, а можно сейчас еще раз повторить. Грим победил. Одолим Геральта. Я скитальца. Разумеется, проигравший, если захочет, может потребовать реванша. Ща переносится, поправлю и потребую. Подожди, какой победил? Ни хера он еще не победил. Он обосрался. Я хочу подраться еще раз. Да. Скажи, когда будешь готов. Блядь, я уже готов, че ты? Я готов. Вот, да, хорошо. Тогда начали. Ну и ходи, скотина. Сейчас получишь у меня вообще. Видишь, он так сразу внезапно стал атаковать, что я даже... Даже не уловил момент. Вот хер какой, слышь, моржовый. Вот так вот. В торец. В торец, сука. В торец, падла. Получай, блядь. Тихо ты че, херел. Совсем все размахался своими клешнями-то. Убери от меня их нахуй. На. Ох ты, подонок. Подожди, тихо. Осторожно. Гримм, гримм, гримм. Подходи сюда, давай. Сычонок, чтоб тебя, блядь, чтоб тебя, сука. Ты что, драться расхотелось? Драться расхотелось? За три, с мамной еще не так-то просто драться. Меня так просто не обосрешь. Иди сюда, сейчас в грязь тебя втопчу, мудак. Давай, 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 давай. Жена твоя будет так гордиться потом твоим еблищем расквашенным. Иди сюда, давай. Хе-хе-хе. Те потом больше ни в одной корчмета чарку не нальют, мудак. Так, за три, просрать самому Геральту из Ривии. Позор, позор, фу, бля. Хе-хе-хе. Геральт, скиталец, победил! Твою мать! Интересно, справишься ли ты с Вальгардом из-под Каир Трольда? Или сейнером с Фарер? А тебе придется их победить, чтобы стать чемпионом. Ты что, сомневаюсь? Я их всех расхерачиваю. Все мтаблоиды так поразбиваю, что они, блядь, и потом и мамка их родная не узнает. Хе-хе, ты че? Я ж-то чемпион. Смотри, мы вполне можем-то нормально выруливать в кулачных боях, даже если уровень намного выше нашего. Тут главное просто отпрыгивать на альте постоянно. Зажимать блок. Девочка, иди. Под дождем не бегай, заболеешь. Туберкулез потом будет, нахер. Так. И самое главное просто на блоке там. Сидеть, отпрыгивать от них, и все будет хорошо. Хорошо, дамочки, дамочки, вот это вот мне больше всего нравится. Это твоя дочь, а ты не против, если я мамкой тут с ней так... А это кто? А это ее папка хорошая. Я думаю, она тоже не против. Знаю я таких, как ты. А каких ты не знаешь тогда? Ты, по-моему, тут вообще всезнайка. Всех она знает. Ладно. Что у вас можно подтирить? О, призрачная пыль. Откуда у вас в доме столько призрачной пыли, ребята? Это что-то как-то подозрительное. Вы не находите? Лично я, потому что очень нахожу. Это просто не в эпически подозрительном. Ладно, тут мы все, короче, подтирли. Папаня, иди, дочурочка. Я к тебе потом как-нибудь на огонечек, когда твоих мама-папа не будет дома. Так, ладно. Пошли теперь дальше. А нам, походу... Подожди. Нам, походу, там еще хаты неосмотренные остались. Это вот корчма, а вот тут еще халупа. О, я ж помню-то. Ловкий вор должен помнить, какие хаты он еще не осмотрел. А, тут не хата, тут пизда-то. Понятно. А тут вообще... Слы, тут пьяница ошивается. Офигеть, пьяница. Че ты тут бегаешь? Тут рыгаловка, тут он обсыкает все. Фу, тут, блядь, даже воняет. Я пошел. Тут нехорошо. Тут дух нечисто плотный. Надо отсюда валить. Блин, дождь идет, а я как-то под дождь не хочу на маяк идти. Надо... Сейчас... Ха, че ха? Ты б сам бы не хотел тоже идти под дождь. Вот это че такое. Тут, походу, кузнец есть. Там какая-то старушка. Тут хат много. Смотри, тут такая большая деревня. Лодочный мастер здоровки. А че ты лодку мне не хочешь сделать, а? Мастер тоже мне. Дети молятся, чтобы дождь скорее закончился. Ну, правильно. Мне он тоже как бы бесит. Так что, дети, я за вами... За вас, точнее. Я за вами стою и тоже молюсь. Дети, кому пиво налить? Я сегодня щедрый такой. Папка Геральт разрешает. Папка Геральт одобряет. Поэтому давайте сейчас. Подставляйте рты. Я повливаю вам. Сейчас себе тоже волью. Закушу вареником, как я хотел тогда. Все, хорош, можно жить. Фу, блядь, просроченный вареник. Островтяночка, не хочешь мне вареников свежих налепить? Или вы тут вообще в Скеллиге умеете лепить вареники, нет? Что мне кажется, что вы тут нифига не умеете. Вы только можете вареники из китовьего сала слепить. А я такого не ем. Это паршиво, фу. Ужасно. И на вкус такое оно вообще не особо приятно. Да, опять, конечно, дождь. Он вроде и не прекращался еще до сих пор. Старушка. Старый человек. Как у вас тут в старом доме вашем? Рунные камни у них тут хранятся. Офигеть. Ох, ты такая маленькая, слышишь? Ну, уютная какая холубка. Это как однокомнатная квартирка. Смотри, такая маленькая-маленькая. Но сколько же ней всего тут много? И заметно такой, знаешь, очаг есть, костер посреди хаты. Ну, в однокомнатных квартирах, конечно, такого костра посреди хаты не разожжешь. Но здесь оно смотрится очень уютно. И я, наверное, даже здесь перекимаю. Потому что мне кажется, что дождь может скоро закончиться. Давайте мы проверим это. Что-то еще идет. Ясно, говорят. О, вот это ясно, я понимаю. Уже дождь вроде как закончился. Ты ж приблуда. Кто это сказал? Ты островитянка. Занята я. Что, блядя, я что, претендую, что ли, на такое страшилище, как ты? Так. О, тут, слышь, у них даже такое мини-кладбище есть, я так смотрю. А тут что? Почему бы вам не взяться, не отстроить себе дом, который разрушен здесь? Или вы там хотите в нем внутри кладбище, типа, склепа сделать? Ну, в принципе, тоже идея неплохая. Так, подожди, а кузнец-то где? Кузнец где-то здесь пишут на карте, но... А, вот он. Че? А че ты отошел от кузни? Или тут еще один кузнец? Ты кто такой? А, еще один есть. А, да, нормально, тот может отходить. Здорово. А че у тебя можно свистнуть, ничего? А, давай поговорим. Если глаза мои не врут, меня посетил сам Белый Волк, воин, философ, герой-любовник. Кто-то наболтал тебе ерунды. Друг самого великого мастера Лютика. Великого мастера Лютика? Ну как же, он памятник тебе воздвиг прочнее, чем бронзе. Когда ты встретишь его, Белый Волк, передай ему слова признания от Сигурда, самого преданного поклонника его таланта. Когда я его встречу, то скажу, что думаю о его фантазиях. Как можно обижать поэта? Я сам с кузнечного дела живу, но всегда мечтал ковать слова. Лютик таких охеренно кует, а вы все ему верите. Давай в партейку с тобой опять. Не хочешь сыграть в карты? В Гвинт, к примеру. Конечно, хочется, три. А ну-ка. Все хотят с ним играть, с Геральтом почему-то, я не знаю. Все, блядь, такие прям гвинтозаядлые игроки. А, подожди, Мороз нам не нужен. Это тоже нахер. А теперь у нас, смотри, нормальная такая довольно игровая колода. Можно и зарубиться. Так, давайте пока первым делом пошлем туда Дикстур. Пускай он там нам жирным своим животом наманит. О, наманил нормалек. Бля, хамуха, сука, чучело, зачем применяешь-то? Ну, у всех, походу, есть чучело в колоде. А у меня тоже, в принципе, есть. Если он сейчас мне Дикстру вернет, я ж-то могу, в принципе-то, сразу его собрать обратно. Сотри, 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 сотри. Не-е-е. Ты че, обосрался? Я не понимаю, почему Вилентринтермерт не убивает сразу карту? Наверное, потому что... Надо, наверное, сперва, чтобы были еще какие-то карты, с которыми можно будет сравнить. И потом карта, которая больше, типа, урона, она будет уничтожаться Вилентринтермертом. Ох, моя себе! Вы че, оборсели? Это вампиров столько накидали, ты услышишь? Мы так с тобой не договаривались сражаться-то. Ну, ты мне лучше Дикстру сюда кинь, ты. Подожди. 7-7, может, мы Вилентринтермерта убьем? Подожди, давай вот так. Конечно, попытка не пытка. 23-21, хорош. А че ты Дикстру-то не... Да ну, бляха, так нечестно. Вообще, никира... Эй, подожди, ладно. Давай мы тогда, наверное, попробуем. Хотя тут че, тут хоть пробуй, хоть не пробуй. Он всяко-то выиграл. Всяко-то он, наверное, уже выиграл. 7-это будет 14. И 6-это будет 12. Математики, если есть. 14 плюс 12-это будет... Ой, это мы просто... 23... Не, подожди. 14 плюс 12-это будет 26-36. И, в принципе, можно потом положить эту хероборину. А ну-ка, подожди. Ладно, пускай так. Хорошо. 38, потому что еще двоечка залютика. Пусть так. А, у него накеры там. Вот же зараза какая. Смотри. Какой же хитрожопый. Давай, наверное, мы спасуем пока. И заберем... Не, ничего не заберем. Чучела оставляем, потому что он сейчас еще выложит мне по-любому моего Дикстру вернет. И потом я смогу забрать Дикстру обратно. Сучара, ты такая. Ты специально это сделал, да? Ты специально это сделал-то, мудак. Вот падла. А хотя, ладно, пускай так. Посрать. Ход противника. Ну, ходи уже. Гулик. Ха-ха-ха. Это что такое? Ты так шутканул, нет? А давай-ка я теперь быстренько воскрешу... Воскрешу-то воскрешу... Нашего Дикстру. Пошлю его туда. Пускай он там разведает. О! Вот это вот то, что я и хотел. Вот это то, что я и ждал. А теперь... Теперь давай снова там с тенниса туда положим. Так. Заберем картишки. Теперь выложим себе 15, 16, 15, плюс 5, 4, так-так-так-так-так. Думаю, что лучше всего будет нам забрать нашу лечилку, чтобы у нас она была. И положить... Четыре, пять, шесть. Блин, что положить-то такое, а? Может убить кого-то из них? Одиннадцать. А вот теперь положить, скажем, Геральта. И теперь уже спасовать. Хорош. Как-то так. И я думаю, что в принципе с этими картами, имея их на руках, мы сможем легко выиграть, я думаю. Есть такое чутье у меня. Если что, туманы напустим. Всяко у меня нету дальнобойных карт. А если у него появятся такие, то я их сразу убью. Это нам выгоднее будет. Лучше так сделать. Хорошо. Давай, цири. Ох, у него ведьмы есть. А ведьмы это опасно. Это очень опасно. Смотри, сразу-то навыкладывались. Ну, ничего страшного. Больше у него такого я точно знаю, что не будет. Таких карт, которые размножаются. Так, блять. Ты прикалываешься, нет? Чувак. Ты, походу, издеваешься. Ладно. Давай так. Сделаем с тобой. Ну, о! Он спасовал. То есть у нас теперь есть значительный шанс, чтобы все пошло как надо. А ну, тихо. Давай-ка так-так. Во! Сейчас мы ведьму покосим. Смотри. Смотри. Вот это вот, красавцы. Вась, миларик. Ты чё, дрищ? Ты на кого тут накражил уже? Тихо. Теперь лютика давай. Сюда. Вот так вот. Красавцы. Смотри. А теперь вот так вот. А теперь обосрись. Всё. До свидания. До новых встреч. Чё ты мне за карту дашь-то? За своих просер. Филиппа Эльхард. О, нормалёчек. А давай поторгуем с тобой. Белый волк. Я. Покажи мне свои товары. Покажи мне свои товары. Чё там у тебя интересного такого есть? Торхэрн. Нафиг он не надо. Сальмийская бригантина. Я его продам. Скелликский гамбизон. Туда же. Сапоги следопыток. Тоже туда. Невгородский штаны пока оставляем у себя. Только тут в принципе продавать-то нечего больше. Малые глифы разве что только продавать. Глифа арда. А мечи? Чё там с мечами? Вот это можно продать. Палки всякие тоже туда же посплавлять. Это мечи наших школ. Походу больше продавать их не надо уже. Малый рунный камень тоже продадим. Ну а тут-то в принципе всё окей. Поэтому я думаю что На этом наша торговля закончена. Да. Так и есть. Хорошо. До свидания. Не хворай кузнец. И больше в карты никому не проигрывай. Кроме меня естественно. Подожди. А чё я это? Куда-то я зашёл что теперь выйти не могу. Куда ты полезный герыч? Ты чё обосрался? Ой на девочку чуть не прыгнул. А так бы перелом черепа. Так тихо. У ребёнка. Куда дальше-то? Тут мы были. Тут походу везде были. Теперь надо спускаться в самый низ. Вот туда на перегонки с гусями. Смотри как гусы где-то валят. Это валит. Чё там тебе не горит? Говорит на острове духи завелись. Духи завелись. Я пойду их разводить. Чтоб не заводились больше. Так. Верёвочная лестница. Забрали. Какие ж тут духи. То ж он всякие эти. Иринии летают. Или сирены. Подожди. А как нам пробраться-то на остров? Погодь. Тут вот интересно теперь. А. Надо лодку брать. Надо просто брать лодку и причаливать туда. Хорошо. Погнали. Сейчас посмотрим чего там как. Кровостой. Ребятки. Не я против если я одолжу? Вашу рыбацкую лодчонку-то. О. Теперь когда Йеннифер здесь нет. Я смогу сам посидеть за румпелем. А то она постоянно. Говорит. А можно я порулю? А я такая. Я люблю рулить. Держаться за что-то твёрдое. Вы поняли. Так. Хорошо. Там вот слишком. И то. Тоже маяк есть. Воу. Интересно. А я смогу-то по кораблю сюда забраться. Нет? Что-то мне кажется не смогу. Хотя попробовать-то стоит. И давай сейчас занырнём вниз. И сорвём немножко крушины. Потому что крушиной. Оказывается нам столько надо крушины для разных зелий. Там улучшенных всяких ласточек. Отличных там лесов Морибора, Херобора. Короче. Ну потому что крушины у нас вообще нет. Нихерища. И без неё мы не можем себе готовить зелень нормально. Поэтому предлагаю понарывать вот так вот хорошо. Хорошенько прям понарывать. И будет всё зашибенно у нас. А тут ещё какие-то мхи есть. Смотри, оказывается. Роголисник. Тут роголисник под водой растёт. Приколись. А я всё думал, где эта трава растёт. Чё-то я её никогда в жизни не видел. Ха, я потому что хер там плавал. Так. О, ещё смотри. Сколько тут крушин это растёт. Офигеть. Вот куда надо заныривать. Постоянно нырять и искать. Если её не хватает чертовски. Как и нам сейчас. Так. Давай ещё одну. И в принципе, думаю, всё. Хорош. Теперь давай. Выныривай. И обратно к своей лодчонке. Давай. Пиляй. Надеюсь, мы заберёмся. Поэтому. Дракару. Или это не. Это походу даже не Дракар. Это наверное корабль был полноценный такой. Такой маленький, конечно, кораблик. Но тем не менее. Так. Давайте-ка попытаемся. Забраться наверх. А теперь как-то по нему надо. Туда вообще на самый верх. Вот сюда прыгай. Блядь. 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 А давай так по скалам. Давай попробуем. Тихо. Во. Хорош. Хорош. Красавчик. Вот это вообще молотчик. Уважаю, Геральт. Вообще респектосище тебе. И шишки хмеля сразу нашёл. Вообще красавец. Тут даже каприфоль есть. Тут столько трав. Смотри. Тут прям и двоегрот. И всяко. Тут трава на траве. Смотри. Все разнообразные. Лепестки геноции. Тут вам даже есть петрушка собачья. Это охренеть просто. Можно ходить и набрывать всё на свете. Остров просто нетронутый. Ну, не считая того, что тут эти бабёки летают. Ладушки. А чё там кудахчите? Не надо кудахтать тут. Раскудахтались. Ну что, погнали? Думаю, мы на обратном пути их уделаем. Нам одуванчик, кстати, тоже надо. Потому что там какое-то зелье не готовится без одуванчиков. Там пять штук надо, а у нас уже походу одна штука всего лишь. Вижу какого-то мужика, ну погодь. Прям по курсу. Это ж, скорее всего, Нидас, который заказывал-то чёрную жемчужину. Помнишь? А нет, это бандит. Слышь, ты Нидаса убил уже, нет? Тут где-то меня должен ждать мой знакомый Нидас, который хотел, чтобы я ему, типа, на старости лет помог добыть чёрную жемчужину на Скеллиге. Ещё давным-давно мы его встречали. То ли в Велине, то ли в Новиграде. Но где-то давно мы его видели. Он, типа, заказывал. Аринария хорош. Идить колотить. Вот именно что, блядь, идить. Мать твою, идить. Слышь, задел, зацепил собака. А ты не сукинсы? Нет. Ты нормальный? Ты вообще нормальный, бандит? Ты кто такой? Давай, до свидания. Всё. Красавец. Я, конечно же. А вы думали, бандит? Бандит хуй облезлый. Так, подожди, а где же этот Нидас-то? А, слушай, горные бараны пасутся. Как офигенно-то, слышь, атмосферно вообще обосраться. Волок на Хана вместо Аринарии нихуя не атмосферно. Козы, здорово, как вы тут? Каприфоль врёте? О, а дуванчик, тихо. Тут у нас чего? Опять волок на Хана. А где же Нидас-то? Ладно, можно, кстати, нам переключиться сейчас на квест этой чёрной жемчужины и его поискать-то, в принципе. Чтоб точно его место на хождение-то запеленговать. А тут у нас чё? Блин, столько всего офигенного, что хочется и туда пройти, и сюда пройти. И тут у нас столько много дракаров-то разбивалось. Нет, скорее всего, это тоже был дракар, а не корабль. Мы как-то не подумали. Так, доп-задание. Чёрная жемчужина. Ты ж помнишь этот квест? Тихо, 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 тихо. Вот. Тринадцатого левела, потому что мы давным-давно его встречали, ещё этого Нидаса. Ещё будучи, походу, в Новиграде, скорее всего. Девяносто шагов до него. То есть он где-то здесь. Помню, что он здесь должен быть. Одуванчик ещё давайте сорвём. Двоигротик. Тут просто начинаю понимать, что надо вот что видишь, то и рвёшь. Потому что потом ты обострёшься просто. Потом тебе не будет хватать на какие-нибудь зелья. И будешь, типа, хвататься за всё подряд, вот торгашей покупать, выкладывать на это нехилые бабки. Ну, кому это надо? Только просирать бабло своё. Вот он Нидас-то! Здоровки, чувак! Да я, я! Да я здесь, ты чё орёшь мне на ухо? О, хорошо, что ты здесь. Ну, ты как? Поможешь старому Нидасу раздобыть чёрную жемчужину для жены? Скорее бы со всем этим делом покончить. А то уж кости ломит от этой сырости. У меня тоже немножко... Оп! Ломит пальцы. Тихо. Пойдём, только готовься к тому, что кости у тебя ломить не перестанет. В сухом месте мы жемчуга не найдём. Ясная идея. Но на войне ты не такие вещи терпеть приходилось. Под розрогом сражались мы по пояс в болоте и в... Говне. Эх, да что там говорить. Молодёжь история не интересует. Пойдём, лагуна тут рядышком. А я чё, похож на молодёжь? Меня наоборот история интересует. Рассказывай, дед. Я люблю, знаешь, в огонька посидеть, истории послушать, пивка выпить. Давай, пошли. И бодро ты маршируешь для своих коллег. Ты видел меня в молодости. Я за день 30 миль делал с полной выкладкой. Нихера себе. Ты чё, даже, наверное, на хер ведро вешал полное воды? Серьёзно? И носил так? Вообще обосраться какой богатырь. А это чё такое? Это ничего. Показалось. Ну что? Поплыли? Пришли. Говорят, как нырнёшь под воду, тут сразу раковины видно. Беда в том, что не во всех есть жемчуг. А уж чёрные жемчужины и вовсе редкость. Но если поискать, что-нибудь непременно найдёшь. Ага. Значит, нырять буду я. Но, видишь, какое дело. Я всю жизнь в пехоте лямку тянул. Так что, по морю не сильно тоскую. И лёгкие уже не те. Так что... Да. Ну что? Клиент всегда прав. Да я и так-то знал, что буду нырять. Слышь? Роголисник нашёл ещё. Это хорошее растение, оно редкое. Надо его пока... Есть возможность брать. Слышь, а чё ты меч достал? Ты меч спрячь, я что-то как-то стрёмно мне подсцекаю. Сейчас ещё спину мне как даст. Хотя, ладно, кому бы обману. У меня реакция хорошая. А сразу его потом беру. Разок. И жемчужину себе заберу. Подарю Йенниферу. Так, а ну-ка пошли-ка. Где-то чё-то здесь находится. Скорее всего. Только надо хорошенько поискать. Вот у нас, смотри, ракушки всякие. Слышь, тут даже эти, тут сирены походу плавают. Или кто это? Походу они... А где они? А вон там. Нас пока не палят, хорошо. Давайте смотреть. Ну и куда нам, чего нам? Тихо, взять. Херовая жемчужина. Херовая жемчужина. Выныривай, Геральт. Сейчас свою дыхалку будет уже тебя умалять, чтобы ты вдохнул. Ты вдохнёшь, захлебнёшься и умрёшь. Тихо, 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 тихо. Скорей, скорей, скорей. Ныряем опять. Надо бы эликсир-касатку бы выпить, но у меня такого пока нет, я не могу его даже создать. Потому что нужны ингредиенты, если я не ошибаюсь, там чё-то не хватает. Опять жемчужина сраная. Блин, ты чё, сирена? А борзела, рамсы попутала? А ну вали, бабёха. Не мешай мне тут охотиться на сокровища уж подводные. Так. Где ж то, где ж то, где ж то? Ну тут чё-то есть. Обычная жемчужина. Зато сколько обычных жемчужин я смогу потом с собой-то унести? Попродавать. Это тоже огромный плюс нашего мероприятия. Да блин, надо слышать, надо опять выныривать. Пока найдёшь. А чё, у меня реально этой косатки сраной нет? Надо сейчас посмотреть. Может она где-то у меня и завалялась там. А я и не помню об этом. А ну погодь. Так, субстанции, ты-ды-ды-ды-ды. Эликсир. О, косатка, смотри-ка. Ох ты, нихуя. Я ж крушину просто нарвал. Слышь, как я удобно-то сразу себе всё сделал. Улучшенная Иволга тоже. Можно уже её... Потому что, вот, на неё нам одуванчиков не хватало. Смотри. Хорош. Улучшенная Иволга. Сейчас косатку тогда жрнём. Сразу же. Инвентарчик. Косатка, где... Вот она, смотри-ка. Пей. И теперь наблюдай. Просто наблюдай, как сейчас будет охеренно. Хоп. Хоп. Чё-то мне кажется, что дыхание как-то так само работает. Может я могу ошибаться, конечно, но... А нет, по-моему медленнее таки. Ну так хорошо ж, чё-то и нет бы. Там, вон, вижу, крушина ещё и какая-то ракушка лежит. Может в ней уже, наконец-то, будет чёрная жемчужина. А ну, какой-нибудь. Жемчужина, сука. Где ж та чёрная, ну? Может её уже... Давным-давно кто-то уже собрал, слышь. А я тут ищу, плаваю. Сирена, вали нахер. Чё-то я пока тут не пеленгую-то, нихера. Где ж та она может быть? Я реально нифига не вижу. Мне кажется, тут уже всё облазил. Всё, что только можно. А вон там ещё, смотри, сколько ракушек. Две я вижу уже. Сейчас пока вдохну. Чуть-чуть. Ныряй, Геральд. И вот сразу, может в одной из них она как раз и будет. Потому что, мне кажется, я уже все пооткрывал. Все, которые только возможно. А тут, скорее всего, и план такой был, чтобы, наверное, открыть все. И в одной из них, потом уже в самой последней, в самой вообще финальной, будет эта самая жемчужина. Вот эта финальная, скорее всего, да? Она. Ну. Открывай её, пцит, чё ты. О! Я тебе говорю, тут просто надо было все переоткрывать. Тогда, типа, в той, которая окажется последняя, так и будет. Это просто золотое правило, не писанное. Всё, погнали. А хотя вон ещё шуки-то ракушки есть, сотри. А если я их открою, наверное, чё, ну-то будет там, нет? Пошли посмотрим. Да, смотри, жемчужина. Оказывается. Ещё одна жемчужина. Сколько можно попродавать жемчужин-то уже? Офигеть. Это мне нравится, ладушки. Чёрную мы взяли. Можно возвращаться к Нидасу, Нидас! Чувак, ты чё... Утопцы на него напали. Откуда они взялись? Их же там не было. Плыви, Геральт, скорее, плыви! Плыви, давай, давай, херачих, Нидас. Сейчас ты чё вообще борзели, ребята? Отстаньте от моего друга нахер. О, одного убил, хорош. Не, не убил. Бля, тут ну нихера. Скорей, скорее, скорее. Вот, суки. Ах, вы мудаки. Давай, блядь. Тьфу. А, так у него полное хп. Хорош. Отвали от неё, слышь. Вот это, слышь, собаки некрещеные повылазили, когда я в воду прыгнул. Это нормально вообще, нет? Пошёл ты, сука, нахер. Ты целый, Нидас? Я тебе достал наконец то, что ты хотел, так что давай. А что это у тебя мечи не на поясе? Курля. Потому что так неудобно носить, вечно жопу обкалывают. И нет, не дай бог, ещё хер отрежут. Чё ты и польку танцуешь, давай поговори со мной. Зараза. Должно быть, я их плеском привлёк. Ты как? Задели меня чуток. А уж если я после соды напрочухался, так и тут выдержу. Так как там получилось? Чёрная жемчужина, как ты и хотел. Прекрасная, редкая. Как моя летта. Но, как говорил Конетабль Наталис, заслужил ты медаль. Или даже недельный отпуск в борделе. Мне и денег хватит. Ну да, конечно. Послушай, тут такое дело. Глупо, конечно. Только я не взял с собой золото. Ой, что с тобой делать-то? Мудро. Правда? А то сейчас на большой дороге опасно стало. Не то, что раньше. Встретимся в Новиграде. Тогда я тебе и выплачу всё до гроша. Слава пехотинца. Ну, сотри, слово пехотинца. Верю я твоему слову, пехотинца. Вроде же мужик толковый. Хотя, блин. Жизнь-то меня ничему не учит. Одному коту поверил. Взаймы дал. А в итоге чё? Наебал. Надеюсь, хоть этот не наебёт. А то, блин, слово пехотинца эти потом так запехотиню в одно место. Что ты меня навеки запомнишь. Так. Нам, походу, вот туда, к этому маяку. Давайте мы этим проклятием, этим духом или кто там обитает, каким-то призраком займёмся уже в следующей серии. Чё такое? Геральт, пока отойди оттуда. Мы давай ему серию закончим. Всё. С вами был Морган и Геральт из Ривии. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем до следующих встреч, до следующих серий. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»